Владимир Николаев примеряет непременный атрибут якутского национального костюма – пояс. У народа саха – это ключевой элемент мужского наряда. Он говорит о вкусовых предпочтениях владельца и его положении в обществе. Важны и головные уборы, например, шляпа из конского волоса. По словам мужчины, это не только красивый аксессуар, но и лечебный, избавляет от головных болей. Да и такие изделия в алмазной столице не найти. Конечно, это редкость, поэтому мы ждем только наших мастеров из Гришки группа улусов и города Якутска, или других районов нашей республики необъятных. Поэтому мы всегда рады видеть наших мастеров народного промышла, поэтому мы их ждем. Конечно, для желающих, кто любит национальные атрибутики, они могут приобрести. Также сунтарские мастера представили украшения из бисера, книги, кухонные утвари, косметику из циолита. По словам участника из Сунтара Василия Уарова, он привез изделия не только свои, но и других умельцев, так как сами они приехать не смогли. У нас улусы сельскохозяйственные улусы, поэтому основной контингент на Синекозе. Мы кузнецы, работаем по металлу, делаем якульские ножи, хомусы, варганы. Вот привез моих товарищей, свои производства, вот что видно. И кроме этого есть из конского волоса дейбирь и кухонный утварь. Якуты с древних времен почитали лошадь, считали ее священным животным. Поэтому на этой выставке представлено так много изделий из конского волоса. Например, вот такие вот сумочки, стельки, махалки. Но особый интерес у мирницев вызывают вот такие вот шляпки из конского волоса. Сунтарские мастера говорят, что их можно одевать три сезона. В холода они обогреют, а летом наоборот, спасут от перегрева. По соседству с сунтарскими умельцами расположились местные мастера. На продажу горожанам они представили картины, в том числе и вырезанные из дерева, витражи и поделки из кости. По словам организаторов, выставка «Город мастеров» привлекает много покупателей. А народные мастера – постоянные участники всех городских праздников. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».